Я его скорее давлю головой туда, а не вперёд. Может вам что увидеть? Это не надо. Теряйте моменты. И как бы с одной стороны я убираю нож, а с другой стороны я сам за ним бегу. Получается как согласование. Поэтому можно идти сюда. Давай, давай, надо идти в другую сторону. Всё равно можно идти сюда. Чтобы я сразу нырнул по ногам. Сокращаем, экономим время. Руки одновременно. То есть я начинаю двигаться вот сюда. Но просто если я не буду держать в другую руку, он мне порежет. Закончили, подошли сюда. Про руки понятно, да? Разобрались. Более-менее. То есть, во-первых, большой палец не участвует здесь. Тяжело он будет вводить в другую руку. Риски невозможно, да? Поэтому вот крючок. Раз вот снял. В районе запястья, видите, достаточно удобно сделать захват таким крючком и снять его руку с шеи. Но, если мы будем снимать руку и сами идти за ней, то, получается, мы рискуем нарваться же на этот же нож. В этом смысле какой? Рука сюда идет, а голову в другую сторону. Вот сюда. Видите, я уже начинаю разворачиваться и немножко на него наваливаться. Чтобы уйти сразу здесь под мышку. То есть сокращаем расстояние. Вот еще раз. Движение плавное. Раз, вот, я уже начинаю разворачиваться на него. То есть, если без рук, это будет вылить так. Вот. Вот. То есть, я к нему, я бодаю сразу. Потому что чем я дальше от ножа, чем я дальше от головы от ножа, тем я более безопаснее себя чувствую, правильно? А вот это движение не надо делать. Отмечу с рукой так. Два. И вот, 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 рядышком с ним. Попробуйте. То есть, телом нужно какое-то движение сделать. Попробуйте. Ну и головой бодайте, если получается. Головой бодайте. Это вообще маленький гадимydiпичрат? Продолжение следует...